Боже, это очень выдано. Рядом праздника была бы в заслуживании юридического народа. для полного освобождения всех пленных возврата Шем, для полного излечения духовного, физического, психологического, всех больных и ранних возврата Шем, полного уничтожения всех врагов еврейского народа и полного освобождения еврейского народа. Мишна сказала нам, что женщина, жена-мудреца, она имеет право отдать своей соседке, которая подозревается, может быть, в нарушении каких-то законов седьмого года, может отдать ей свое седо, может отдать ей свои жернова и так далее, но не имеет права ей помогать. Спрашивает здесь врагов. спрашивают когда этот штраф есть что не нужно помогать нельзя помогать в месте где мы подозреваем что люди и сеют и потом собирают и едят эту пшеницу на седьмой год или вместе и я не кушать кроме этого седьмой год после бюр мы с вами говорили что есть время когда в седьмой год уже то что растет на поле на деревьев даже животные не могут найти то дальше уже это не имеют право себя дома держать должен вынести это бюр освобождается и говорит что это не чене потом я спорил может это он сам или только бедный но как бы там ни было или они едят вот эту пшеницу после этого запрещенного времени или мы только говорим что вместе которым сеют но они не едят когда был этот штраф говорит манавка бинанье какая разница кому мы запретили может мы видели если мы увидели человека что он покупает эту пшеницу у продавца который едет со своими мешками продает и мы скажем что это запрет именно там где сеют и едят тогда если увидели что мы увидели что он покупает у этого покупателя ему нельзя почему потому что он подозревается в том что он будет есть эту пшеницу после запрета времени когда он имеет ее иметь право иметь поэтому это к зира относится к нему тоже если я увидел что он берет у этого покупателя тогда можно будет ему продавать почему потому что они не используют это для запрещенной вещи поэтому для запрещенных действий поэтому можно будет ему это дальше по-другому рабьёси барханина баэе рабьёси барханина спросил вопрос на чем что мы сказали что человек имеет право в седьмой год приветствовать сгу им который работает на земле говорит марана но это еще не это и здесь мы сказали что все что мы разрешили жене мудреца жене тармитхахама отдать свои инструменты сито и это все мишум даркешаном чтобы был мир чтобы у этих соседей не было неприязни кроме того мы сказали что она может пойти и помочь ей просеивать и так далее но мисит когда уже в воду добавили так как это получается там не чистота простые евреи они не были таки внимательны в законах тумайтара после этого уже нельзя и все что разрешили ей помогать ей это делать одолжить все мишум даркешаном чтобы был мир рабьёси барханина боя он спрашивает вопрос что а коль пирка вот этот закон что мы разрешили это делать из-за того чтобы был мир между людьми относится как всей нашей главе и предыдущему предыдущий мечтей мы там сказали что человек седьмой год имеет право продать столько 5 кувшинов для масла и 15 кувшинов для вина или наоборот 5 кувшинов для вина и 5 кувшинов для масла и 15 кувшинов для масла тоже из-за мира и другие законы которые мы прошли в этой главе или только к этой главе только к этой этой мечне относится о альхады ильхата вот только здесь говорит мараб и тамарт что мы говорим Равнанды кесарин бешем раби юдан бар султам минма дело танина бигитин эль агадах ильхата он говорит мудрецы кесарии сказали так так как в масэфте гитин в отношении мира между соседями приводится только наша мечна и не другие мечно намра альхады ильхата и тамар этот закон относится только к нашей мечне что как мы сказали что человек имеет право женщина одолжить ей женщина которая подразумевает соседка в нарушении седьмого года свои жернова свое сито и так далее но не имеет права ей помогать не имеет права с ней просеивать и так же мы сказали что жена мудреца имеет право дать жене омариться свое сито и даже просеять с ней но месить естественно не имеет только к этой мечне относятся что это делается ради мира между ними теперь вопрос как мы сказали то что она помогает ей до того как была налита там вода говорит мараа таманта не на там мы учили где масэхата вода сара нахтом шуму о себе тума пекарь который печет свой хлеб в нечистоте он таме он не следит за запретами тума и тахара ло лошинве ло орхинемо человек не имеет права с ним месить и помогать ему кроме этого добавили там сказали что нельзя с ним просеивать нельзя с ним молотить и так далее а здесь мы сказали что эта женщина может помочь ей просеять и промолотить как так амар и амар билла правила как каанле хулин канле тума то мы говорим наши братья говорит про хулин что это тесто это пшеница она была простая не тюрума каанбе тюрума поэтому этот запрет не осквернять простые простую пшеницу запрет по мудрецам что нельзя ее осквернять земле израиля а запрет а то что мы говорим там об массах а в вода зара это говорится про пекаря который работает с трумой это два процента который коином отделяли имеет статус святости там поэтому говорим ему не помогая это запрет осквернять патоле давайте еще один два как мы можем сказать что пекарь работает с трумой трума коину всего два процента дают максимум это небольшая небольшое количество и он печет у себя дома не может быть чтобы это пекарь работал струмой что в массах это вода зара говорится когда он уже перед тем как промолотить свою пшеницу он уже ее замочил пекарь и потом стал ее молотить ему помогать нельзя почему как только вещь смоченная как мы с вами говорили перед тем как кушать мокрые фрукты продукты человек должен сделать на тиля-дядае или высушить поэтому как только вещь смочилась она уже может принимать нечистоту там обычно говорит про пшеницу которая была замочена а наша мечта говорит про пшеницу которая еще не была замочена поэтому все это время когда же говорит гвардальщик и наша мечта подтверждает слова мудрецов как только она в эту муку соседка жены талмитрахама налила воду в эту муку для того чтобы месить уже жена талмитрахама не имеет право ей помогать почему мы не поддерживаем руки грешников и тех которые грешат кто не видит себя совсем правильно теперь мишна сказала что векулану амбу эйлам ибнедар кешалом все что мы сказали что это мы делаем из-за мира то есть за мир как месман море тоже из-за мира между евреями и неевреями что рабихи евреями двое они спорят в хервеями и хадамар хороши ла туфт твот бе ана на савлах минах бетар шмита человек имеет право в седьмой год мы уже это проходили мишну здесь гмара повторяется человек имеет право в седьмой год проходя мимо поля и видя что гой работает сказать ему молодец пошли хорошо после седьмого года я у тебя это поле возьму почему поле вспаханное стоит дороже чем с поля не вспаханное на савлах бетар шмита вехарна амар ишер но второе говорит извините все что ты можешь сказать молодец ты не можешь ему сказать давай пошли и так далее спец вашего года такой вопрос манда амар там о человек который сказал пошли машу али мишну ман что тогда он скажет когда мы говорим в мишне мы приветствуем гуим яшер скажет ему молодец madame la cum и яшер на тот кто говорит что все что ты можешь ему сказать молодец не имеешь права сказать ему по хай маншо алим шло ман тогда что он скажет когда мы говорим мы приветствуем их что он скажет исраэль шаром алейхем еврея ты можешь прелести еврей имей раз все равно даже если он грешник даже и он пасет на седьмой год еврея ты можешь бы приветствовать гой ты шалом не имеешь права говорить Потому что это имя Всевышнего. Одно из его имен. Говорит, Марат Дима, Раби, Хинена, Бар Папа, Раби Шмуэль, Бар Нахмени, Аврун, Альхат, Мехорше, Швеид. Да, Ормада. Говорит, что Раби Ханина, Бар Папа и Раби Шмуэль, Бар Нахмени, они проходили мимо человека, который еврея, который пахал на седьмом поле. Седьмой год на поле. А Малер, Раби Шмуэль, Бар Нахман, и Ашер, Раби Шмуэль, Бар Нахман сказал ему, молодец, поддержал его, укрепись. Да, как мы говорим о Шаркохе, Хазак Убару, сказал ему, мол, Раби Ханина, Бар Папа, и он сказал ему, Раби Ханина, Бар Папа, Вело, Кен, Ульфин, Раби, 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 Раби Дад Наси не учил нас, в Таилим написан пасух, Вело, Амру, Хауврим, Бирката, Шем Алейхем, и не сказали, Хауврим, проходящий, или грешники. По его пониманию, благословения Всевышнего на вас, Шаасул, Ломар, Лехошеш, Вит-Ешер, вот еще не знаю что что нельзя говорить тем которые работают и нарушает закон не пахать в седьмой год нельзя им говорить за кубару молодец и так далее амале ликрота таю деле брошь и на тайде он ему сказал слушай ты читать уможешь ты читать правильно прочитал но объяснить это по сути объяснить правильно не может что в рамку ау в рим и лу овре а вот овдеку хавим что написано проходящий это сектор и проходит в конце концов цикой из этого мира уйдут и не не возвращаться они уходят этого мира делу амрули израэль и эти гои не сказали что они сказали бирката шэм аллехэм они должны были вон сказать благословение бога пусть будет на вас почему гои должны благословить евреев говорит мара ма исраэль умрут лаэн что евреи им говорят гой мы благословили вас именем всевышнего и мало того недостаточно разве что все благословение которые есть в мире бог спускает вниз на землю ради евреев из-за евреев мало того что вы не говорите нам идите возьмите благословение которые бог посылает нам ради вас и для вас это ваши благословения возьмите это они говорите нам эйлаши отэмми гальгелин аллену писем беззимот в гигулиот варнулиот мало того что не даете нам пользуясь нашими благословениями и не благословляете нас еще вы накладываете на нас разные налоги налоги на землю поголовные налоги другие и третьи и так далее поэтому говорит он ему объяснил что это поскольку имеется ввиду что гои гоев мы не в этом случае как он объяснил что кто а кого мы не приветствуем кто это время там вот эти кое что к сожалению вместо того чтобы помогать и благословлять нас они нам мешают на этом закончили пятую главу трактата светgeруетveyд в дороге Link Сñzczу вашему внимание на финансировании Grantrahе у Jessie Урукина что вы почтеуют с вами во народе веснавской ES ship но неier видится м др